Тактическая стратегия Rush for Berlin была хороша ровно двумя вещами. Умело найденным балансом между реализмом и экшеном, а также шустрой и крайне симпатичной графикой. В аддоне под названием Rush for the Bomb и красивая картинка присутствует и с общим драйвом проблем нет. В целом это образцовый аддон для не очень-то серьезной игры про Вторую мировую. Точнее Вторую мировую, какой хотели бы ее видеть создатели игры. Гитлер, по их мнению, покинул наш мир в 1944 году. Именно в этот момент Германия начала стремительную контратаку против союзников и СССР, используя при этом новейшие и секретнейшие образцы военной техники Вундерваффе. Эддон посвящен фактору, сыгравшему решающую роль в исходе Великой войны – атомному оружию. Нам предоставляют 16 новых уровней за немцев и союзников. Основной сюжет незамысловат. Пятая колонна, секретная шпионская организация немцев, умудрилась проникнуть в американские лаборатории и умыкнуть документы по проекту Manhattan. Первые шесть немецких миссий мы занимаемся незамысловатым делом, мелкими шажками ведем Германию к светлому атомному будущему. А другие шесть миссий мы помогаем союзникам в их борьбе с не очень-то мирным фашистским атомом. В Эддоне более значительную роль играют офицеры. Это крайне полезные на поле боя ребята, которые напрямую участвуют в развитии сюжета. Офицеры, напомним, обладают спецспособностями, полезными в солдатском быту. Так, советский офицер умеет выдавать своим подчиненным водочный паек и даже разбрасывать пропагандистские листовки. Его немецкий коллега, впрочем, более прагматичен и сосисек с пивом не раздает. В остальном игровая механика не изменилась. С помощью небольшого войска нужно успешно завершить невыполнимую миссию, разгромить противника и с честью закончить сражение. По ходу битвы мы получаем бонусные задания, а также долгожданные подкрепления. Оставшиеся в живых юниты набирают опыт и переходят из миссии в миссию. Перед битвой мы можем собственноручно составить список подразделений, которые пойдут в очередное сражение. На ратном поле все знакомо. Против каждого типа юнитов хорошо работает только одно оружие – стандартная схема камень-ножницы-бумага. В результате выделить рамкой все свои войска и послать в атаку, значит обречь их на верную гибель. Действовать нужно слаженно и разбирать, кому и куда стрелять. Даже из сюжета видно, что ни оригинальная игра, ни Эддон к ней не претендуют на какую-либо серьезность или историзм. Это, конечно, не тупое миссилово в стиле Command & Conquer Generals, но и до гордого звания варгейма ей далеко. В общем, если ты вдруг был в восторге от оригинальной игры или же хочешь ознакомиться с обеими частями сразу, обрати внимание на Rush for the Bomb. Это вполне качественный Эддон, который дает тебе ровно то, чего ты от него ждешь.